В школе села Вешкелица идёт капитальный ремонт, меняют кровлю и инженерные системы отопления, водопровода, канализации и электроснабжения. В следующем году отремонтируют стены здания. Деньги на ремонт, а это порядка 60 миллионов, школа получила в качестве субсидии по программе модернизации школьных систем образования. Убедиться в том, что подрядчик идёт по графику, приехали глава Карелии Артур Парфенчиков и куратор района Виктор Рассыпнов. По словам подрядчика часть крыши уже придётся переделать. Глава предостерёг от любых экспериментов при строительстве детских образовательных учреждений. Это просто небезопасно и поручил утвердить корректировки на уровне Министерства образования и строительства. Богатый, чтобы строить дёшево. Да, Роман Геннадьевич? Ну вот, видите, мини-министр образования тоже был, получил соответствующее указание. Ещё раз он проработает вопрос со всеми директорами школ, чтобы никаких, так сказать, самостоятельных решений по перепроектированию без участия Министерства и Минобразования, без такого глубокого анализа, чтобы не происходило. Завершена замена кровли школы в Суаярве. Сейчас подрядчик утепляет фасад. Работы идут по графику, сообщил главе директор школы Алексей Башкиров. 1 сентября школьники должны прийти в уже отремонтированное здание. В следующем году возьмутся за инженерные сети. Всего на ремонт выделено 80 миллионов рублей. Разгрузить основную школу, в которой учится порядка 900 человек, поможет строительство нового корпуса, которое начнётся в августе. Школа строится на 330 мест. Первоначально мы планируем разместить там начальную школу полностью. И рядом со школой будет вся спортивная инфраструктура. Также парфенчиков и рассыпнов осмотрели детский сад в районе Кайпа. Сейчас его реконструируют. В здании разместят сам детский сад и начальную школу на 50 мест. Ремонт обойдётся в 45 миллионов рублей и будет завершён в ноябре. Скоро юные суаярвцы, а также воспитанники из близлежащих посёлков, смогут приступить к обучению в более комфортных условиях. Илья Лопухин, Максим Зверев, Суаярвский район.